Ещё в прошлой серии, друзья, у нас была просто большая пожилая акула, но теперь она выросла в нечто большее, а она превратилась в мегалодона. Я думал размер пожилой максимальный, как же я рад, что я ошибался. Мы с вами продолжаем играть в игру Мэнитер, зовут меня Перпетум Ильюжи Александр. Всем доброго времени суток, уважаемые друзья. Если вам понравится этот ролик, вы всегда можете поддержать меня лайком. Кстати, вот так выглядит мегалодон. У него размер 9 метров, в длину раньше был 6,1 метр у пожилой акулы. Пока я ещё из грота не выбирался, я только получил этот размер. Кстати, я также смог получить новую теневую запчасть, а именно теневую голову. Эта эволюция усиливает ваши шейные мышцы, позволяя с лёгкостью мотать жертву из стороны в сторону и делать очень быстрые выпады. Выглядит она, кстати, так. Как будто акула превращается в какого-то киборга. Серьёзно, такой кибернетический глаз. Это странно, это странно. Да и бонусы на самом деле 2 к скорости выпада, 5% от трёпки. Если прокачать теневую голову, наверняка бонусы будут получше. А давайте и попробуем это сделать. Благо, загугулин у меня много. Опачки, глаз становится реально каким-то лазерным. Ещё одна прокачка. Охренеть! О-хоу! Теперь это не просто кибер-глаз, это кибер-пол-головы. Давай-ка ещё разочек попробуем. Ой, какая красота. И последняя прокачка. Выглядит она, ну, прям вау-вау-вау. Мне очень нравится. Даже не помещается толком, да? Акула теперь в экран. Давайте тестить! Хотя стоп, мне надо заменить челюсти. На биоэлектрические. Вот теперь я доволен внешним видом. Я доволен конструкцией своей акулы. И выглядит это, ну, смачно. Что ж, погнали. Выполним какое-нибудь задание. Например, чёрный, белый и весь мёртвый. Это очередное сражение с касатками. Кстати, друзья, я собрал, как и обещал, в песках благоденствия абсолютно все интересности. И собрал в кавьярке тоже абсолютно всё. Осталось только выполнить задание. Ай, а сапфировую бухту я обошёл стороной. Но, блин, схроны с питательными минералами и таблички. Они, в общем-то, ничего не дают. Можно отложить на попом. На попозже. Так, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Вам сюда, вам сюда, вам. Вам куда это сюда? Это сюда, это куда? Это вон туда. Ну, знаешь, игра. Я, наверное, не смогу туда запрыгнуть. И это будет очень долго. Поэтому отвлекаться не стану. Пойду выполню все основные задания. И хочу сегодня сразиться с новым суперкишником. Ну, или хотя бы со старым добрым братишкой Питом большим. Я теперь большой. Он большой. Не удивлюсь, если он будет использовать против меня теперь какой-нибудь ракетный катер. Или крейсер. Или подводную лодку. Потому что обычные яхты, на которых он приплывал раньше ко мне. Рыболовные суда и прочее. Ну, они неэффективны против такой массивной сволочи. Мега лодон. Он реально огромный. И тяжелый. По массе он действительно тяжелый. Кстати, людишки. Как я буду на вашем фоне смотреться? Ну, блин. Я думал, буду еще больше. Знаете ли вы, что в песке содержится в 10, а то и в 100 раз больше фекальных бактерий, чем в океанической воде? Эд, эд, погоди. Я что-то прослушал. Где больше фекальных бактерий в человеке, чем в воде? Ну, возможно. Потому что людям страшно, когда выпрыгивает такая скотина из воды. И там все начинает быстрее перевариваться. Больше образуется этих самых фокалей. Так-с-с-с. Там у нас находится новая локация. Туда я пока не поплыву. Кто-то меня преследует. Мака? Ну, давай, Мако. Оба. Ха-ха! Как тебе? Кстати, а что за бонусы у меня у головы? Я же 10 скорости выпада, 25% урона трепки. На самом деле, что-то не впечатляет. Может быть, за костяную голову или за биоэлектрическую будут бонусы получше? 35-й уровень. Косатка. Ни хренушечки ты отъелась, моя дорогая, любимая. Вау! Вау, она меня прям таранит. Но у меня теперь биоэлектрические зубы, и поэтому ты будешь постоянно в стане. И вряд ли что-то сможешь сделать. Сражение двух мегагигантов. Хвостом она лупит все так же хорошо. Я-то хвостом лупить могу, могу. Но стан слабенький. По сравнению... Оу! По сравнению с зубами все же. Да, касатку можно назвать вторым. Помочь врагом после аллигатора. Как ты умудряешься встань и давать мне удар хвостом, касаточка? Помирай уже, наконец-то. Ну давай. Давай, давай, малышечка. Оу! Улью печень. Но в итоге я полакомился ее печенью. Некуда смешить. Спешить. Убить 10 черепах. Опять контроль популяции. И туда-сюда... Ммм... Да, появится супер-хищник, а потом можно будет столкнуться с питом. Кстати, где находится это задание? Недалеко от грота. Я думаю, можно прямо туда отправиться. Это будет гораздо быстрее. К тому же там рядом где-то преследуемый хищник. Акула отступает в грот, чтобы придаться спокойным размышлениям. Вот. А, охотник. Ну, давай, охотник. Вот и все, слопал, да, получается? А, нет, надо всех слопать. Ну, таулер, этот траулер сейчас будет быстренько уничтожен. Нехрена, как я подлетел так жестко. Хочу научиться летать, как это было только что. Редко, редко подобное получается. Без разгона просто выпрыгнул из воды. Я так мог и до вертолета до какого-нибудь дотянуться, если бы вертолеты меня атаковали. Или, может быть, даже до самолета. Не, ну до самолета, конечно, вряд ли. Так, с поезд, не надо было его доедать. Ах, хотя... У нас тут новый враг, лейтенант. Лейтенант, где же, где же, где же лейтенант? Мне кажется, он где-то здесь. Нет разве? Дадут новую эволюцию. Я как раз пока играл, заработал немного очков репутации. И теперь появляется новый охотник. Только я пока не понимаю, где он. Ладно, нет смысла ломать лодки, потому что все равно очков репутации не дают. Главное, съесть охотника. Я ее не вижу. Черт возьми. Может быть, она здесь? Ну, жри, акула, жри. Не понимаю. Вот она здесь. Отлично. Найдена. Лейтенант Шеннон Симс. Все. Съедено. Все, пора валить. Новая эволюция. Усвоение мутагенов. 10% к мутагену, плюс 10% здоровья от питания. Но так себе, как всегда, эволюция. Нужно набирать 8 уровень репутации, тогда дадут действительно что-то уже полезное. Угу. Придется плыть. Или придется перепрыгивать. Проще перепрыгнуть, мне кажется. Да. Ха, действительно. Так, черепашечки. Вы единственные, кто стоят между мной и... новой формой, новым видом суперхищников. Две черепахи осталось. Вам сюда 10 человек. Да блин. Я не знаю, есть ли смысл мне пожрать людей? Так вот, не знаю, есть ли смысл, потому что у меня, типа, максимальный левел. Разве что ради ресурсов. Но ресурсов у меня и так, вроде бы, предостаточно всех, которые нужны. Но ладно, королева-убийца. Где она находится? Далековато, да? Ага, я знаю это место. Я там уже бывал. Что ж, плывем. Я там собирал одну из табличек. Вот оно где. Окей, сначала нужно выйти в открытое море, а потом заплыть вот в эту маленькую бухточку, в которой раньше устраивали представление. Люди смеялись над тем, как прыгают косатки, и поют песни дельфины, и... Прыгают тюлени и морские котики танцуют. Но теперь там будет танцевать мегалодон. Кружится в танце с этим суперхищником. Эх, мне показалось на секунду, что лодка выплыла откуда-то из... Под... Из какого-то канала, да? Что там можно проплыть под мостом. Но нет, это была ошибка. Может быть, лодка действительно появилась из... Вау! Вау-ха-хау! Ты! Большая белая акула! Ну, здорово! Вот это она... Словно пуля! Давай, малышечка. Я покажу тебе, как нужно на самом деле сражаться. Трёпка выпустил её случайно изо рта. Прости. Я... Урок не окончен. Вот теперь другое дело. Ну, да, ресурсов дают дофига. У меня куча масел, куча этих... Кристаллов. Но мне... Не знаю. Даже как-то и не... Нет радости от получения этих ресурсов. Хочу не 30-й уровень. Хочу 40-й, 50-й. Читал я в комментах под роликами. Вы писали, что... Разрабы не собираются останавливаться на том, что они уже сделали. И будут со временем добавляться, вероятно, новые мутации, новые сеты. Эм... Возможно, новые миссии. Там супер-хищники. Я надеюсь, что это действительно так. Мне очень нравится игра. Просто за счёт своей уникальности. Так что будем надеяться. Будем надеяться. Хотелось бы дальше качаться. Чтобы акула стала размером, ну, хотя бы с эту лодку. А ещё лучше с большой какой-нибудь нефтяной танкер. Вот тогда было бы круто. Да, а это, кстати, тот самый вход, где нас и будет ждать супер-хищник. Интересно, что это... Белочёрная атака. Косатка. Такое ощущение, будто разрабы под конец игры начали лениться делать супер-хищников. И просто создают какие-то косаток. Вау. Вау. Она будет сильна. Меня колбасит что-то. Я нифига не вижу. Мышка не крутится. Чёрт. Я только поворачиваюсь, чтобы её... Ладно. Я понял с тобой, шутки плохи. Косаточка. Будем уворачиваться. Да. Кусайся же уже, наконец-таки. Пытается, пытается меня бить, но каждый раз промахивается из-за бесконечных поворотов. Но я сам не понимаю, что здесь происходит. Да. Жаль, что камера автоматически не поворачивается в сторону противника. И приходится крутить мышку жёстко. А когда акула становится таких размеров, она реально медлительнее, чем маленькая. Балин, как ты попадаешь-то? Иди. Так. Жёсткая, жёсткая. Она прямо с ума сошла. Я её не получаю. Дай, надо отплыть. Надо отплыть. Мышка. Да повернись же ты. Не поворачивается мышка. Я клянусь. Вы видели? О, что это такое? Секунду. Я думал, это проблемы с акулой. Это проблемы с мышкой были какие-то. Ага. Ага. Вот так даже. Ничего себе выдаёшь. Короче, она проплывает мимо, промахивается и сразу херачит хвостом. Это как будто бы какой-то запрещённый приём. Это главный аттракцион в морском парке освоила новые убийственные трюки. Победа, друзья! Победа! Суперхищник уничтожен Все его мясо вроде как тоже уничтожено, скушено Справился, небольшой баг с мышкой, мой косяк, но он не помешал победе Отправляемся в залив Там-то мы еще... А, там мы уже бывали, кстати, да? Смотрите-ка, игрод рядом Я там даже несколько бонусов собрал Он будет очень длинным, эта локация, это открытое море С одной стороны хорошо, но с другой, от одной точки до другой, плыть придется действительно далековато Хотелось бы с Питом встретиться Я думал, что сейчас именно это и произойдет, встреча с Питом, но... Пита нет! Пит не хочет! Пит не хочет! Я бы хотел показать ему свою новую голову, кибер Как будто ее создали какие-то пришельцы Конечно, мы могли бы избежать экологических угроз для будущих поколений Но тогда пришлось бы отказаться от полноприводных пикапов с своеобразной восьмеркой на 5,7 литра В гроте можно получить короткую передышку от бурь и невзгод залива Лучшая пещера напоследок, значит до конца игры остается действительно недолго Раз такие задания мне дают И надписи пишут Смотрите-ка, как купаться с акулами Акулы-молоты собрались посоветоваться здесь Возле арки Но это не настолько невыносимое мероприятие, как собрание фармакологов в центре города Че, о чем вы вообще? Яхты в крови Стоянка у причала, страховка и зарплата экипажа этой яхты обходится в 2,5 миллиона долларов в год Уничтожив яхту, вы сэкономите владельцу кучу денег Окей, погнали Кстати, это похоже действительно последняя глава С восьми и потом будет какой-то якорь Сюжет завершен на 91% До конца остается действительно мало И мне даже как-то грустно на душе от этого Почему игра заканчивается? Не хочу, чтобы такие игры заканчивались Да, пускай здесь нет мега сюжета, но все равно интересно Вот так делать Отлично Всплыву я все-таки лучше на поверхности Буду по дороге, разумеется, хвататься за все возможности Если они, конечно, появятся Пока ни одной такой не вижу Ну а возможность для меня это вопросительный знак, как вы знаете Так, нифига Смотрите-ка, какое-то ограждение Могу я перепрыгнуть через него? Нельзя! Видать, это уже самый открытый океан Да, туда нельзя А жаль Хотелось бы сплавать к одной из этих нефтяных вышек Посмотреть, что там вообще такое И вот это здание интересное Похоже на какой-то театр Наподобие того, что стоит в Сиднее Вот что-то есть общее Хотя, конечно, они очень отличаются внешне Но вот что-то, не знаю, что-то есть в них Так, а вот та самая яхта, которую мне и нужно уничтожить Что ж, это не будет большой проблемой Сразу прыгаю на охотника Вообще неразумно на такой яхте охотиться на акулу Она слишком дорогая Я вообще дамажу ее, нет? Она вроде горит Ну, вроде какой-то дэмэдж наносится Так, ну всеми перекусили Пора бегать дальше А погнали именно сюда Как с акулами купаться? Убить 10 акул-молотов Вот это... Ой, ой, надо поглубже прятаться Вот это уже действительно сложное задание 10 акул разом Если они будут все в одном месте находиться И одновременно набросятся на меня Ну, могут возникнуть проблемы Так-то Это прям убежище акул Кошелот? Друзья Это какой-то мега-кошелот Вот с ним, мне кажется, вообще не надо связываться 45-й левел Нифига себе, у меня всего лишь 30-е Еще одно вознаграждение Альменино без лишнего шума А, не, они не больно бьют Мне страшно Мне страшно Кстати, во время трепки тоже можно крутиться Я об этом не знал И можно дымажить сразу всех Акулу в тот момент, когда ты крутишься Хотя, вроде бы, движения головой происходят И трепка должна дымажить Как делаешь вот так? В общем, немного не понимаю И если схватить... Кошелот на меня напал, да? Так и знал, что он будет больно бить И это действительно так Название акулы-молот весьма редукционист Да поворачивайся, мышка Надо, короче... Что она не поворачивается-то налево? А! Отстань, кошелот Дай добью акул Потом с тобой, может быть, разберусь Хотя, на самом деле, что-то я боюсь тебя Ну, прям действительно страшный ты Так Он не будет отставать от меня Короче, надо попробовать с ним справиться И здесь, в залибе, его рацион в основном составляют акулы-молоты Рацион кошелота я прослушал Черт, какой же он жирнейший Что-то мне подсказывает, что суперхищником здесь будет именно кошелот Судя по его мощи Да, он, конечно, медленный и... Так Не такой уж он и страшный Хотя, суперхищник будет, наверное... Нифига, что ты умеешь Все, готово Хотя, суперхищник, наверное, будет левел от 60-го Судя по тенденции Так, уничтожить цели Канализационный кит Это еще один кошелот, я уверен Только где он? Он там где-то, да? Ну, погнали Вон, вижу его Кошелотище 55-й левел Ну, я не знаю В два раза больше, чем я он Фууу А, еще и бешеная белая акула А, это большая белая акула Не бешеная Ну, она все же бешеная Акула съедена Ну и кошелота можно дожирать Не, не страшно Он не страшный Хе-хе-хе Иди сюда Уже половина хп Надо как-то себе прокачать урон Но как это сделать? Когда тут такие сволочи жирнейшие У которых несколько тысяч хп Я уверен Хе-хе-хе Мясо Ну, и на этом, друзья Мы с вами, пожалуй, пока Остановимся Акула выглядит нереально Это мега ладон Дальше будет жестче Надо посмотреть еще и на другие прокачки Правда, мне немного не нравится Форма головы Она какая-то заостренная Костяная, да? Странно выглядит Большое спасибо за внимание За просмотр До новых встреч Удачи Пока